Считается, что чтение книг делает сильным ум человека и облагораживает его душу. Поэтому важно, чтобы дети с юных лет привыкали проводить свободное время не за телевизором или монитором компьютера, а с книгой. На это нацелен большой проект – Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». Это самый широкомасштабный конкурс юных чтецов «Живая классика». Проводится он уже седьмой раз в этом году. И задача его – приучить детей к чтению книг, литературы, не входящих в школьную программу. В нем принимают участие дети из 85 регионов России и 80 стран мира. То есть он международный. И проходит он как в онлайн-режиме, можно принимать самому участие, так и как у нас, например, по турам. Дети должны преодолеть несколько туров. Первый – это школьный тур, потом муниципальный, который у нас проходит сегодня. И лучшие из представителей нашего района, три человека победителя, поедут на региональный этап. Площадкой для проведения конкурса традиционно стала детская библиотека. Кроме этого, учреждение оказало большую помощь школьникам в подготовке. У нас был оформлен стенд на абонементе обслуживания старших школьников с рекомендованными книгами, которые дети могут взять и подготовиться к этому конкурсу «Живая классика», который не входит в школьную программу. К нам очень много приходит детей, и приятно видеть, что среди участников очень много наших читателей. Дети читают, книга живет, и очень приятно, что этот конкурс проходит именно в детской библиотеке, именно среди книг. Участников конкурса с каждым годом прибавляется. Произведения школьники выбрали самые разные, но обязательно на русском языке. Это одно из условий конкурса. Моё произведение называется «Аришка-трусишка», её автор Виталий Бьянке. Мне очень понравилось это произведение, потому что оно такое юмористическое, и вот мне сразу захотелось его выучить, рассказать, потому что я очень люблю читать литературу, люблю также читать стихи. Отрывок называется «Если бы я был взрослым», это целый рассказ, его написал Виктор Драгунский. И я его выберу, потому что он был слишком юмористический, и хотел бы его рассказать на конкурсе. Мой отрывок из произведения «Неизвестный солдат» Анатолия Рыбакова. Это как детектив, то есть они разыскивают этого солдата. Мне очень понравилось это произведение, и я решила выбрать его, потому что недавно было 23 февраля, но и скоро будет 9 мая, поэтому я выбрала именно эту тему. Выбрал я рассказ «Нагричанин Павля Драгунский». Мне он понравился, потому что это как комедия, там смешное тоже есть, можно посмеяться. Я читаю рассказ Виктора Драгунского «Сверху вниз наискосок». Этот рассказ мне всегда очень сильно нравился, потому что я люблю жанр комедии. Я учила его самостоятельно, и только немного мне помогали родители, проверяя то, как я, собственно, выучила. Вообще, я люблю читать комедии, детективы и приключения. Это три моих самых любимых жанра, и в общем, чтение, это всегда интересно, потому что они дают много идей для каких-то своих начинаний. В результате в следующий этап вышли три школьницы. Раиса Прокопенко из пятой школы, Диана Алимова, представитель 28-й школы Станицы Вознесенской, и Анастасия Рыжакова, кандидат от Центральной детской библиотеки имени Пушкина. Именно они представят Лобинский район на региональном уровне в Краснодаре в начале апреля.